Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Зенит ФК24 с модом РПЛ. И в прошлой серии мы с вами бились. На поле у нас в один день было сразу два матча, и мы смогли выиграть и в кубке, и смогли выиграть также в матче Лиги Чемпионов. Но, к сожалению, этого не хватило для прохода в следующий раунд Лиги Чемпионов. Мы попали в Лигу Европы. Вот так, друзья, закончилось наше выступление в Лиге Чемпионов. Бавария все-таки оказалась первой. Манчестер Юнайтед в своем активе имеет столько же очков, сколько и мы. У нас просто какая-то сумасшедшая статистика. 16 забили, 16 пропустили. Ну и по итогу, по личным встречам, все-таки Мью вышел на второе место, и поэтому отправился в следующий раунд Лиги Чемпионов. Но я им там не позавидую, скажу сразу. Ну, а Голтосарай вылетел. Давайте быстренько пробежимся. Здесь уже вы сами посмотрите, кто с какого места вышел. Вот, например, Брага вообще не смогла набрать очков. Дальше мы видим Зальцбург вылетел с двумя очками. Фейнорд вылетел при равенстве очков с Селтиком. Но, видимо, у Селтика получше просто статистика. Или, может быть, по личным встречам они там как-то лучше выглядели. Хотя, я вижу, Фейнорд выигрывал у Селтика 2-1. А потом, ребята, уступил 4-2. Ну, вот, видимо, из-за этого и есть. Так, смотрим, что дальше. Здесь Милан вылетает. Здесь вылетает ЦСКА. Ну, а здесь вылетает Антверк. Вот пары 1-8. Как мы видим, Бавария уже уступила в первой встрече с Севильей 2-1. Ну, а Манчестер и Юнайт попал на Мадридский Реал. И вот вместо них могли быть мы. И, мне кажется, с Реалом у нас было бы очень мало шансов. Поэтому, друзья, мы в Лиге Европы. У нас предварительный раунд. И мы попали на Спортинг. Тоже не подарок команда. Но тягаться с ней мы точно можем. Как мы видим, здесь также есть Спартак. Они встречаются с Реал Сосейдат. И, я думаю, это тоже будет довольно интересная встреча. У нас как раз-таки сегодня две игры в Лиге Европы. Ну, а потом 1-8 Кубка России. Усаживайтесь, ребят, поудобнее. Наливайте чаек, берите печеньки, вкусняшки. Обязательно поддержите серию своим лайком. Напишите комментарий в поддержку. Ну, а если здесь впервые, подписывайтесь на канал. По ссылочкам в закрепе взлетайте в телегу. На Твич и на второй канал с прохождениями. Я всем буду рад. Давайте смотреть, что же там за Спортинг. Вот так вот выглядит их стартовый состав. Очень неплохая статистика. Играют довольно низко. С большим количеством защитников. Тринка у них есть на замене. Несли что, может освежить фланг. Ну, и наш старый знакомый Луиш Нету до сих пор находится в команде. Я думаю, болельщики Зенита хорошо его помнят. Ну, а вот состав нашей команды. Мы сегодня тоже подходим в хорошей форме. Так что, ребята, поехали. Сейчас ни в коем случае не стоит думать, если мы попали в Лигу Европы после группы Лиги Чемпионов с такими командами, то здесь сейчас все будет легко. Нет, это совершенно не так. Здесь команды могут показать характер еще более серьезный, чем команды Лиги Чемпионов, когда они могут просто недооценить более слабого соперника. Но вот в Лиге Европы как раз-таки много команд, так скажем, плюс-минус равных. И здесь будет битва, ребята, до самого конца. Ну что, поехали. Конечно, с такого матча начинать тяжело, но мы постараемся. Мы попробуем. Лусяно играет на Глушенкова. Глушенков сразу же по флангу пытался пройти. Надо чуть-чуть привыкнуть. Все-таки у нас полтора месяца практически не было футбола. Команда просто набирала форму. В трансферное окно, друзья, я решил никого не покупать. Да и у нас особо денег не было. Как разыграли и Латышонок уже, ребята, уже фарирует удар. И прямо в нашей штрафной уже зимуют футболисты. Спортинга. Это еще один хороший момент. Но они играют дома. И они должны активнее идти в атаку. И снова мяч пролетает рядом со штангой. Три момента хозяев. Мы пока толком и мяч пощупать не можем. Федро, Вендал. Передача на Касьеру. Касьера, Клаузиньо. Видит забегание Гонду. Гонду бьет с острого угла и зарабатывает первый угловой. Но нам сейчас тоже нужно немножко притереться. Я скажу так. Для Зенита всегда было стартовать вот эти вот матчи Европы после зимней паузы. В жизни очень сложно. Ну и вот сейчас мы это видим с вами на футбольном поле. Что и в игре тоже есть проблемы. 18 минут и пока больше давления оказывает именно Спортинг на наши ворота, чем мы на их. Касьера. Хорошая передача Глушенков. А вот сейчас неплохо. И Клаудиньо в центре получает передачу. Клаудиньо нужно забить. Мы стреляем первым. И сразу же, ребята, точно. 21-я минута вот здесь. Наше давление сказалось. Здесь здорово отработал Касьера в отборе. Выкатил на Глушенкова. Тот выждал паузу. Никакого офсайда. Клаудиньо 1. Ну и Клаудиньо в этом моменте решает. Это 1-0. Первый гол. Ну правильно. Статистика-то Лиги Чемпионов сюда не переходит. Здесь своя статистика. Дуглас. Не получилось у него догнать соперника. Передача в центр. А это, ребята, гол в наши ворота. Вот здесь уже мы провалились. Марита сравнивает счет. Оборонка здесь, конечно, у нас потерялась. Ну и Бариус наказался между двух. Латышонок до мяча не дотянулся. И все начинается заново. Дуглас Сантос. Классный перевод мяча на Вендала. Вендал. А что, если ударить Вендал? Тоже неплохо. Удар-то у него есть поставленный. А здесь снова проваливается наша оборона. Но действует классно Вильмар Бариус. Педро. Педро на фланге. Ушел от одного. Рядом Кассиера. Кассиера играет на Вендала. Вендал не туда. Хотел на Лусяна прокинуть. И теперь уже другим флангом. Начинают бежать вперед футболисты спортинга. А мы перехватываем мяч. Это Вильмар Бариус. Бариус. Снова Клаудиньо. Хорошая передача. Клаудиньо катит центр. Кассиера. Лусяна Гонду. И оба удара были заблокированы. И здесь прошла передача. А Вильмар Бариус не поспевает. Ну и свести рэф. Первый тайм завершен. Пока 1-1. И очень равная игра. Ну и как вы видите, ребята, она равна и по владению, и по созданным моментам. По точности пасов. По отборам. Две играют хорошие команды. Смотрим, что будет во втором тайме. Хорошо забить, конечно, в первом матче на выезде. А дома уже, так скажем, доделать. Ошибается. Дуглас Сантос. И тут же попытка контратаки. Дуглас Сантос. Дал сопернику по ногам. Латышонок выходит. Играет нормально на выходе. Кассиера. Ну а теперь нужно, чтобы Лусян открылся. А мы ждем Педро. Мы ждем. Ждем сбегания Педро. И Педро здорово открывается на левом фланге. Педро залетает уже в штрафную. И нужно что-то придумывать. Педро убирает мяч под себя. Клаудиньо бьет. И спасает голкипер. У Спортинга замена. Мы по краю играем теми, кто вышел в начале. Это Педро. Педро здорово здесь смещается. Педро получает по ногам. И мяч потерян. Но Педро не выключается из борьбы. Опасный перевод мяча начинает сейчас. Спортинг немножко раскачивать. Нашу оборону. Дуглас уступает в борьбе. Но чисто действует Вендал. Чисто, ребята, действует Вендал. Кассиера. Не получилось первого паса отдать на Педро. Педро. И здесь тоже. Посмотрите, как отважно борются футболисты Спортинга. И снова на коротке. Здорово. Пас на Кассиеру. Он не получился. Ушли от Вендала. Будет ли дальний удар? Будет. Но Латышонок на месте. Педро по флангу. И здесь тоже здорово на Кассиеру. И Кассиера может набирать скорость. Лусяна Гонду рядом. Кассиера. Мяч убирает под себя. Скидка. Клоудиньо. Попытка удара. Там все накрыли. Ой-ой-ой, ребята. А вот здесь Нина ошибается. Иракович должен догонять соперника. Иракович. Ну и хорошо, Латышонок. Вот одна ошибка в таком простом моменте. У нас замены прошли. Подача Кассиера. Вверх выиграл. Это Ахметов. Свеженький. Ну вот свеженький. А мяч легко отдает сопернику. Лусяно. Передача на Мостового. Мостовой. Уходит сейчас от соперника. Передача на Клаудиньо. Клаудиньо, ребята. Клаудиньо. 2-1. Мы снова делаем замены под самый занавес. Встречи. И Клаудиньо делает дубль. Вот это хорошо. Перед ответным матчем. 2-1 на выезде. Это, ребята, прекрасно. Был момент у Спортинга. Когда нас простили. Но и Латышонок действовал здорово. И здесь хороший пас получился у Мостового. Ну и Клаудиньо исполнил. 2-1. Ну и на этом звучит финальный свисток первого матча. Это еще не конец. Но небольшое преимущество мы смогли добыть. Ну а теперь нас ждет ответная игра уже у нас дома. Посмотрим на состав Спортинга. Он, в принципе, не особо изменился. Они также выходят играть трех центральных защитников. И низкий у них центр обороны. Фланги. Ну а у нас тоже без изменений. Все успели восстановиться за это время. И, ребята, погнали. Честно, получаю огромное удовольствие от этой карьеры. Потому что каждая серия наполнена какими-то супер жаркими матчами. И даже некоторые матчи чемпионата кажутся... Ну не особо даже такими, знаете... Выпадающими. Это, можно сказать, небольшая передышка. Но в каждой серии присутствует что-то интересное. Лушенков пытался здесь борьбу навязать. Хорошо. В первый момент справились. Удар поворотом латышонок. Спортинг сразу, так же, как и в первом матче, начинает довольно активно. Кассиера. Лусяна Гонду. Кассиера сыграл на Глушенкова. Вендал. Вендал играет на Лусяну. И Лусяна забивает. Но это офсайт. Это офсайт, ребята. Не будет гол. Защита набидна. Честно, хотел сначала на Педро скатить Лусяна. Я подумал, что уже как-то отбежал в зонку, в другую. Но... Что есть, то есть. Но ничего. Спортинг нам создал первый момент. А мы сразу же ответили им голом. Пускай из офсайда. А это Кассиера. Он уже залетает в штрафную. Передача пяткой на Лусяна. Не получилось. Вендал. Здесь хорошо в центр сыграли. А это Вильмар Бариус. Вильмар Бариус. Глушенков. Ну пошел. Пошел кураж, ребята. Зенитовский. Лусяна Гонду. Можно в центр сыграть. Бариус. Это лишнее. Это лишнее, ребята. Вот эти пяточки. Тут нужно было более хладнокровно давать передачу. А сейчас посмотрите, как Спортинг проходит до наших ворот. Момент. И Латышонок тащит, ребята. Это спасение. 19 минут. Там ничего не мешало сопернику забить. Вот это еще один классный момент. Здесь тоже никого рядом не оказалось. Попади в створ. Счет бы изменился. Удар есть. Латышонок в порядке. Но ему тоже, тоже нужно поймать, ребята, кураж. И здесь передача в центр. Вильмар Бариус. Успевает вытолкнуть мяч. Вэндал. Дуглас Сантос. Вдвоем. Хорошо. Ну а теперь в контратаку можно. И можно прострелить. А здесь по своим уже чуть ли не били. Подвалисты Спортинга. Выиграть вверх. Отлично. Иракович. Давай, Лусян. Отсюда жахнем. Жахнем. Вот так вот, ребята, Лусяна забивает на 37-й минуте. Не всегда нужно лезть в штрафную. Иногда можно ударить из-за ее пределов. Лусяна Гонду. 1-0. Шикарно с левой закидывает. Ну было. Было время, ребята. И удар получился. Становится чуть-чуть легче. Но с тем давлением, которое оказывает Спортинг. И мы вспоминаем, как мы играли с Голота Сараем в последнюю игру. Нельзя сейчас ни на секунду расслабляться. И все-таки получилось. Получилось у них пройти. Отлично. Педро. Клаудиньо уже залетает в штрафную. Клаудиньо. Его удар слева. И с трудом справляется голкипер. Ну и первый тайм на этом закончен. Пока по-хозяйски 1-0 мы впереди. Здесь уже в ответном матче, как мы видим, по ударам Т-спортинг, как и по владению, чуть-чуть впереди. Но мы по отборам действуем здорово. И смогли забить из минимума моментов. Начинаются вторые 45 минут. Продолжаем, ребята. Продолжаем играть. Это Лига Европы. Это Зенит Спортинг. Дуглас. Успел обойти соперника. Касьера. Тоненький пас. Лусяна Гонду. С левой. Второй. Получите. Распишитесь. Это, ребята. 2-0. И дубль Лусяну. Ему под левую, когда даешь, у него здорово получается. Я вот, кстати, не знаю. Он левша, правша. По-моему, левша. Может быть и нет. Но сегодня два слева, и он закинул как надо. И вот теперь Спортингу становится совсем тяжко. Педро. Он видит забегание. Клаудиньо. Клаудиньо ножницами скидывает. И пенальти. Сейчас удача отворачивается от Спортинга. Но здесь просто шикарно снова разыграна комбинация. Касьера бьет поворотом. Ну, отсюда сложно сказать, была ли там игра рукой или чем-то еще. Я хочу дать, ребята, этот пенальти пробить Лусяна Гонду. Посмотрим, сможет ли он забить. Лусяна уберет разбег. И оформляет хэт-трик. 55-я минута Лусяна Гонду. Первый хэт-трик в Лиге Европы. Ну и да, как я и сказал, Лусяна Гонду левша. Соболев выходит вместо него. Вместо Педро выходит у нас Мостовой. Ну и играть еще примерно полчаса. Даже чуть-чуть больше. И посмотрите, как Спортинг начинает ошибаться. Вот стоило им пеночку пропустить. Стоило им получить пару голов от Лусяна. И тут же, тут же команда не особо играет. Но вот сейчас, может быть, что-то получится. Это Эдвардс на правом фланге. Неплохо раскатал. Вильвер Бариос. Ну а тут мы встретили Клаудиньо. Касьера. И Соболев забегает. Соболев в борьбе с защитником. Соболев забивай. Вот так, ребята, выходит Соболев. 4-0 и 6-1 по сумме. Дома мы очень сильны. Особенно, когда такой кураж. И здесь Соболев в борьбе. Молодец, успел. Вот Соболев, он мало того, что крепкий такой здоровый парень, так он еще и может убежать, если наберет скорость. Ну и здесь у него получилось. Это 4-0. У нас еще двойная замена. У нас выходит Алип и выходит также Ахметов. Вместо Дугласа Сантоса и вместо Венделла. Здесь уже замена чисто на отдых. Алип играет на мостового. А здесь, смотрите, центр. Центр спортинга просто потерялся. Клаудиньо. Соболев. Соболев, ворота пустые. Я хотел сначала сделать пас. Но тут уже, ребята, спортинг просто развалился. Вот в FIFA есть иногда такое, когда пару мячей соперник пропускает, начинает сильно раскрываться. Ну и дальше уже просто сыпется. Если дома спортинг еще как-то держался и пропустил только в конце второй мяч, то на выезде у них игра не пошла. Вначале забить не смогли. Ну а дальше все закончилось уже, ребята, разгромом. И вы видите, они просто уже держат мяч. Они уже все прекрасно понимают, кому сегодня нужно будет ехать не только домой, но и вон из Лиги Европы. Не получилось у Алипа здесь накрыть. Эдвард Сайд и Латышонок. Два защитника разобрались и все. Это, ребята, победа 5-0 у себя дома. Мы едем в следующий раунд Лиги Европы. А сейчас мы отправляемся в 1-8 Кубка России. Вот пара 1-8 Кубка России. Мы попали на Крылья Советов. Спартак, Краснодарцы, СК, Локомотив, Пятигорск, Калуга. Дальше Динамо 2, Махачкала играет с Обнинском, с Квантом. Факел играет с Динамо, Махачкала 1, как я понимаю, да. Торпеда Москва, Тюмень, Краснодар 2, Иртыш, Омский. Вот состав Крылья Советов. Как мы видим, у них такая довольно плавающая статистика. Мы хорошо помним матчи с ними в карьере за Динамо СПБ. Евгениев у них на травме. Ну а у нас сегодня всего лишь одно изменение в стартовом составе. У нас сегодня выходит Монтуан. И, ребята, поехали. У нас очень здорово. Наши нападающие себя показывают в этих последних матчах. Лусян оформил хэт-трик. Соболи в дубль. Кассиера разыгрывается. И если, может быть, не забивает, то здорово отдает. Плюс забивает Клаудиньон. Ну, сейчас посмотрим. Все-таки, ребята, Крылья могут оказать сейчас более большое давление и опасность на наши ворота, в отличие от спортинга. FIFA любит такие подарки преподносить. И вот он первый гол, но был офсайд. Этот мяч не будет засчитан. Третья минута. Черпачок на Глушенкова. Глушенков делает скидку. И у нас игра на встречных курсах. У нас, ребята, игра на встречных курсах. Здесь никто не собирается останавливаться и сидеть в центре поля. Это кубок. Это одна восьмая. И только одна команда пройдет дальше. И у Крылышек есть неплохие шансы побороться. Момент. Удар. Дуглас Сантос. Лусяна Гонду. Он почему-то выключил его просто в этом моменте. Соболев. Смещается к центру. Лусяна. Лусяна потащил мяч сам. Передача в центр. Но Клоудини на исполнение укладывает. Где-то немножко на панике отбиться, а потом на исполнение забить. Ну вот, наверное, как складывается в последних матчах игра нашей команды. В первом матче мы также отбивались от спортинга. Ну и сейчас от Крылышек отбивались. Пропустили из офсайда. Но немножко везения оказалось на нашей стороне. И на девятнадцатой минуте Клоудиньо забивает свой очередной мяч. Прошла передача. Вильмар Вариус. И вот и шонок опасно, конечно, отбивал. Ну так, пока покатаем. Пока мяч у нас нам не забьют. Это Соболев. Можно забить. Мяч рикошетит и угловой. Давайте попробуем навесить. Там и Соболев, и Лусяна. Там еще и Ракович есть. Который вот так вот здорово набегает. Клоудиньо подача. Лусяна Гонду. Второй пошел. Второй пошел. Я же сказал, что там есть Лусяна, Соболев. И кто-то может забить. Ну и здесь не сдержал игрок крылья советов Лусяна. Тут успевает опередить вратаря. И послать мяч в сетку. Это 2-0. Уже к тридцать первой минуте. Дугласантос. Монтуан. Его удар в дальний. Но здесь, мне кажется, вратарь все контролировал. И сразу же у крыльев замена. Передача на Глушенкова. Глушенков, ну... Вот чем бесит меня в РПЛ. У футболистов с маленьким рейтингом. Они вот такие эпизоды не реализуют. Зато Соболев реализует. Третий гол. Ну и для нас не возникают проблемы, когда мы вот так вот, ребята, полны сил и в хорошем тонусе. Пока обсуждали неполучившийся финн Глушенкова, у нас спокойно забивает Соболев. Ну вот вы видите вратарские навыки в РПЛ, что не только, не только Латышонок может пропустить. Это 3-0 пока в первом тайме. Смотрим, что будет в тайме втором. А здесь классный пас. И хорошая передача пяткой. Иракович вместе с Клаудинио вдвоем. Ну а теперь бежать. Лусяна в ножку ему вкатывает Клаудинио. Лусяна набирает скорость. Можно сыграть на Глушенкова. Глушенков бьет слевой. Удар на крылья. Тут Венгл немножко нарушил. А теперь попытка, я думаю, будет в контратаке. Но мы начинаем прессинговать сразу же, моментально. И Соболев. Мяч выигрывает Соболев. И вот здесь Соболев не попадает. Пас на Соболева. Соболев. Соболев бьет дальним. Галкипер дотягивается. Соболев здорово переводит на Глушенкова. Глушенков. Глушенков пытается раскачать соперника. У нас готовятся замены. Момент крыльев. Но здесь уже вся защита куда-то убежала. Я просто не успел. 3-1. 3-1. Давайте Алип вместо Ираковича также появится. Ну вот здесь. Дуглас остался с правым игроком. Бариус уже не добегал. И по итогу за 5 минут до конца крылья все-таки гол престижа забивают. Но тут уже мы расслабились. Неплохо на Соболева. Соболев. Соболев набирает скорость. Тонкий пас на Клаудиньо. Клаудиньо. Артур. И Артур не попадает. Ну и на этом матч закончен. Мы проходим четвертьфинал Кубка России. Надеюсь серия вам понравилась. Поддержите ее максимально лайками. Напишите комментарий в поддержку. Не забывайте подписываться на канал. Залетать телегу на Твичи на второй канал с прохождениями. С вами был Локи. Увидимся. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok